Итак, мы с вами продолжаем изучать базовые возможности Skype И следующий момент, который мы с вами изучим, это группировка ваших контактов в отдельные списки Когда у вас будет, допустим, 100 контактов, то найти быстро нужного не всегда получается И удобно разделять все контакты по спискам Допустим, если у вас есть много фрилансеров, много сотрудников, много клиентов, с которыми вы общаетесь через Skype То было бы удобно разделить их по спискам Как это делается? Вы заходите в контакты и здесь есть пункт списки Выбираем создать список и, допустим, здесь вводим сотрудники Так, теперь, видите, здесь появляется такая галочка, через которую мы можем перемещаться между списками То есть можно оставить только тех, кто сейчас в сети Можно всех показать, можно только тех, кто в списке сотрудников Но в этом списке у нас никого Поэтому я ставлю все И, допустим, вот Тимур у меня сотрудник Я нажимаю правой кнопкой мыши, добавить список сотрудников Все, то есть он у меня сейчас находится в этом списке в том числе И теперь, если мне быстро нужно отсеять все свои контакты и показать только сотрудников Я выбираю Вот у меня показываются только сотрудники И то же самое с остальными То есть делаем, допустим, еще один список Фрилансеры Так, и теперь, допустим, сюда я закину уже Сергея Все, теперь у меня, если мне нужно быстро показать всех фрилансеров Вот они Быстро всех сотрудников Вот они Если какой-то список вам перестал быть нужен Вы опять заходите в контакты списки Выделяете нужный список И вот здесь внизу появляются инструменты по, допустим, переименованию или удалению данного списка Так, удалил И то же самое сделаю со списком фрилансеров Сами контакты при этом, естественно, не удаляются Удаляется только сам список Так, еще один момент, который вам сразу хотел здесь объяснить Это когда вы общаетесь с каким-то человеком Допустим, вот я с Сергеем общаюсь И он у меня попросил данные Тимура Данные от Скайпа Тимура Как мне их быстро ему предоставить Делается это очень просто Вы берете нужный контакт и просто перетаскиваете сюда И он автоматически ему сюда перекидывается То есть он уже видит его логин сразу И может с ним взаимодействовать То есть добавить его к себе в список, например И потом начать общаться Так, дальше мы идем Вот этот инструмент давайте сразу разберем Это инструмент для звонков на обыкновенные телефоны Если у вас есть деньги на счету в Скайпе Очень полезный инструмент Когда вам нужно позвонить, допустим, по межгороду Или вообще в другую страну То намного дешевле звонить именно через Скайп Используя вот эту IP-телефонию Положив какие-то небольшие деньги на счет Допустим, вы находитесь в Турции И хотите позвонить домой Положите себе на счет 5 долларов И вы на эти 5 долларов сможете там Я думаю, около часа разговаривать с Россией А если бы вы звонили с сотового То там этих 5 долларов хватило бы на минуту, наверное Поэтому инструмент отличный И если положите деньги, он у вас станет доступным Так, дальше идем По пунктам меню пройдемся Сетевой статус Изначально, обратите внимание Мы сейчас находимся в сети И все, кто у нас в контакт-листе Они видят, что мы в сети И доступны для общения Но иногда бывает, что вы, допустим, очень заняты И не хотите, чтобы вас беспокоили В этом случае вы можете вот здесь Поменять статус на «Не беспокоить» И в этом случае, обратите внимание Вы не будете получать уведомления О звонках и чатах То есть Скайп у вас будет запущен Но все, кто будет пытаться вам звонить Они как бы будут звонить Но вы этого не будете видеть Это полезная возможность Когда вы работаете над каким-то серьезным проектом, допустим И не хотите, чтобы вас пока беспокоили Если вы хотите просто, допустим Вообще стоять невидимкой Чтобы люди не видели ваш статус Вы выбираете невидимку Можно выбрать статус «Не в сети» Тогда вы будете видны вообще Как будто вы в офлайн И есть статус так Вот видите, да? Чем они отличаются? Если я ставлю «Не в сети» То я также не вижу статуса и других людей Как бы То есть я, по сути, выхожу из сети А если я ставлю невидимка То я, по сути, нахожусь в сети Я вижу, как другие контакты сейчас выставлены То есть их статусы Но сам являюсь для них как бы невидимкой Так, и нет на месте В этом случае Вы будете получать сообщение Вы будете видеть пропущенные звонки Но для других Ваш статус будет гореть Вот что у вас нет на месте Так, но я пока поставлю в сети Дальше Что у нас здесь еще есть Личные данные Здесь вы можете изменить свою аватарку Можно сделать ее с веб-камеры Можно выбрать из тех, что вы уже использовали Можно нажать кнопку «Обзор» И выбрать со своего компьютера Там же можно изменить свои звуковые сигналы И отредактировать ваши данные То есть вот здесь можете ввести свой какой-то девиз Очень часто вы будете видеть у людей Под их логином Вот здесь будет написана какая-то фраза Какое-то высказывание Или их настроение Это делается вот здесь Так, дальше Здесь можно ввести телефоны ваши Также сменить аватар То есть здесь в скайпе много-много функций Они доступны из разных мест Поэтому не удивляйтесь, что можно сменить аватар здесь Можно изменить через меню Можно изменить еще как-то Многие функции здесь дублируются Так, здесь мы можем зайти в управление Нашей учетной записи на самом сайте уже И здесь посмотреть наши подписки Есть ли у нас деньги на счету Есть ли у нас премиум подписка Есть ли у нас подписка на какие-то планы звонков Вот у меня этого пока ничего нет здесь Так, дальше идем Здесь мы что еще можем Безопасность Но это мы в настройках посмотрим Это дублируется Здесь вы можете посмотреть свой счет Внести деньги на счет Здесь все понятно Изменить пароль Так, на вкладке контакты Добавить новый контакт Это все то же самое, что нажать вот эту кнопку Дальше Импорт контактов Если у вас уже есть сохраненный список контактов Вы его можете отсюда импортировать Здесь же можно создавать группы Это опять же вот Можете перетащить сюда Тех людей, которых вы хотите добавить в группу И то же самое, что мы с вами делали в предыдущем уроке То есть это такой групповой чат создается Так, дальше Списки мы с вами прошли Контакты из Outlook Если вы пользуетесь этой программой, то можно задействовать этот момент Здесь как сортировать контакты в вашем списке И можно спрятать тех, например, кто сейчас не в сети Кто не в сети и настроил переадресацию Или кто не дал вам еще свои контактные данные Чтобы они вам не мешались Так, здесь можно сделать резервную копию всех контактов В принципе, полезная штука, если скайп является важной частью вашего бизнеса Вот отсюда же вы потом, в случае чего, сможете восстановить контакты И если, допустим, вас кто-то достает Вы можете добавить определенные контакты в черный список Чтобы они вообще никак не могли до вас достучаться